господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного сразу не вытащил номер 762 события дня эпиграф второзаконие 1232 все что я заповедую вам старайтесь исполнить не прибавляй к тому и не убавляй от того вот если вы этого придерживались как многого вы избегли недоброго за 13 января 2018 года добрый плотник не фамилии ничего нет мне тоже это не нравится может быть и добрый благодарен богу за вас игнатий тихонович молюсь за вас ваше предложение в стихе быть оклеветанным вчерашними друзьями мягко бросает тень на малыша романа смотрел сегодня ролик огорчен что вы с открытым сердцем к нему а она вон как получилось так хочется вас обнять чтобы вы не зябли летом от презрения тоже стихотворение но так быть оклеветанным вчерашними друзьями что сделаешь дмитрий лемеш игнатий тихонович горячо приветствую вас посмотрел видео на вашем канале от 4 января 18 года димитрием парень пал и уже воюет против церкви мне жаль и он просто бунтует фидячкин владимир канона православия попираются архиереи наши помалкивают остались ли верный господу нашему иисусу христу почему не обличают еретиков и тех кто вводит их православные храмы кто там вводит есть такое значит 45 правило святых апостолов гласит епископ или пресвитер или диакон с еретиками молившийся токму да будет отлучен ащи же позволит им действовать что-либо якослужителем церкви да будет извержен вот приезжал тогда при патриархе алексея били грэм и тоже в храме проповедовал но тут не знаю я как вот что он творит свое или просто призыв богу сделал тоже надо тоже смотреть нельзя так только за букву держать это надо соблюдать но надо понимать что тут заложено если он говорил и люди и каялись православная бога не зале еще он плохого сделал то или он против троицы учил против икон нет но он еретик потому что они в церкви я били греймы говорю я всех кто не в церкви где нет рукоположенного пастырства с апостольских по исходящей линии десятое правило святых апостолов если кто с отлученным от общения церковного помолится хотя бы то было в доме таковой да будет отлучен но то надо придерживаться отлученный за что опять же посмотреть а бывает по самодурству не положено ходить нет у нас тут было стали к католикам ходить но и батюшка выступил сказал вот тут книги есть прочтите их сначала а потом уже с кем-то можно пойти нет целая группа была ну сказали мы дома тогда с ними не молитесь раз такое дело и эти ушли человек 15 сразу ушло и стали с католиками нет главный смутьян уехал бросил веру все совсем ничего нету шестьдесят пятое правило святых апостолов то есть даже собора еще не было а вот правило ащи кто из клира или мирян в синагогу иудейскую или иритическую войдет помолитесь да будет отчина священного извержен я отлучен от общения церковного но там разную ходили там где я же имена их не знаю в красноярском крае их метрополии то я наделался вертлявый такой же поп но прямо безобразие мы отлучили отлучили и знали из дьякона вместе тридцать третье правило дикийского собора не подобает молитесь астеретиком или отщепенцам о еще как отщепенец если кто епископ 69 правило или пресвитер или диакон или иподиакон или чтец или певец не постится в святую четыре десятницу 40 дней перед пасхой или в среду или пятницу кроме препятствия от немощи телесной да будет извержен если же мирянин да будет отлучиво но это правило совсем не соблюдается 70 если кто епископ или пресвитер или диакона или вообще из списка аклиры поститься с иудеями или празднует с ними или принимаете их дары праздников их как-то пресноке или нечто подобное да будет извержен если мирянин да будет отлучен 30 еще какой ащи наверно епископ мирских начальников употребив через них получит епископскую церкви власть да будет извержен отлучен и все сообщающиеся с ним тогда ни одного нету мирскую власть все проходили это седьмой вселенский собор третье правило тут уже еще не знаю как фроликов роман игнатий тихонов еще братья мир вам нам и приезжает епископ священник сказал что можно написать вопросы в записках я думаю задать вопрос по теме злословие на патриарха кирилла согласно деяния 23 4 5 и ваших слов без ссылки на вас так я думаю повлиять на других людей то чтобы не злословили патриарх и кирилл это обзывает всякими страшными словами думаю задать вопрос об отсутствии у людей знания об иисусе христе слава ему по евангелии по святым отцам но так как священник сказал мне молчать в храме то мысли ничего не писать я пишу ему можете написать и что будет говорено епископом запиши хотя бы на аудио потом переведи в ворд и пришли нам а мы постараемся озвучить роман спаси христос спрашивать ли мне разрешение записать на диктапонта я отвечаю не нужно можешь держать перед собой на уровне груди роман спаси христоса игнатий тихоновича и братью был епископ оказывается дальше будет видно как что-то у меня голуби летают шумят тут в комнате сергей игнатов мир вам уже братья смысл слова иисуса христа о том что горе вам если все люди будут говорить о вас хорошо потолкование святых отцов заключается в том что должно заслужить похвалу и от людей но по прежде от бога каждый из нас по жизни знает что в числе хвалящих тебя людей могут встречать сельстивые не искренние типы и также слепцы которые имеют зашоренные глаза не замечают недостатков у своего ближнего и хвалят его вместо того чтобы обличить грех я как-то усомнился в правильности отказа нашего наставника учителя во христе своей супруги поселки потеряевка поехать куда-то получить пенсию в некоторых случаях были другие отказы но в конечном случае оказалось что его решение были правильные и очень важно что супруга всегда спрашивала своего мужа перед тем как куда-то поехать и смирялась получив отказ и это был не деспотизм уже как я сначала подумал и спрашивал ее об этом а благоразумие по приезду домой я как глава семьи тоже взял под контроль эти вопросы для пользы своей жены и семьи так как не на все и не все ее отлучки из дома были полезны но даже вредны спаси христос вот посмотрел как и у себя ввел брат евгений поделился информацией об экумении которое наблюдает в иерусалиме в общении православных и католических иерархов чем вызвала радость у брата романа у фроликова которым он усматривает исполнение молитвы единения из церкви думаю что эта радость преждевременная ибо невозможно иметь проще союз поссорившийся сторон если не урегулировать разногласий перевесших конфликту абсолютно правильно не просто прости христа ради но за что из-за чего у нас было написано выговори ему зачем бы это было сказано считает луки там евангел от луки говорит выговори ему если брат против тебя согрешил выговори если покаяться а не просто так руками махать дым разгонять пока что не видно что католическая православная церкви ведут переговоры по вопросам которые привели к образованию западной католической церкви и разрыву с православной церковью вот так правильно андре это сказать евгений торопко галина в леске новокузнец мир вашему дому с 2018 рождеством христа здравия и спасения на же ради родился младенец привечный бог опаля родилась около 30 июня 2017 года я спрашивал когда же она сколько и вот теперь на седьмой месяц у ней пошло около 30 после моего отъезда из потеряевки то есть через неделю вернувшись из отпуска в горной шори просмотрев начале ваши благословенные ресурсы окунувшись в наше общее бытие понимая всех наших затворников кавычках у коих бог молитва природа и небо близко да у бога все готово для нас и мы все порой не подозреваем что живем по его предписаниям это пишут про новенькие в кавычках для православных в новом 2018 году религиозный туризм нокдаун отруковаться церкви иногда он надеюсь на лучшее что найдутся на местах туризма священники проповедники веры для туристов и вложат их рюкзаки благую весть до сначала новые храмы затем туристы для поддержания поясов настоятелей очень здорово господи помилуй и банковский индикатор с биометрикой с биометрикой хорош для подпитки религиозных провокаторов вот когда лоб человеческий свой подставлю под число зверюги то желаю купить либо продать то вот тогда мне и гиенов огня по полной божьей программе вот это да рома взбодрись малыш она пишет и доверься богу желаю всем развивающимся христианам море православия истинной веры на пути к спасителю христу подающего свою руку утопающим как аз всех люблю с богом аминь дорогой игнатий тихонович прошу приблизить камеру к монитору либо наоборот а то мелко читать события дня благодарю ну вот я сегодня приблизил не паре у вас говорит а пуля так бегает быстро что и лапки соединяются с туловищем и получается пушистая мягкая пулька снаряд готовлю записывая свои духовные вопросы по которым имея знание для лично меня достаточное из-за полного доверия к слову божию но считаю что взяв и ваше точно и простое разъяснение для наших жаждущих истинных современников желаю принести больше пользы слушающим глаголы божии и последующие разъяснения отдал адрес ваших skype изучение слова нашему приходскому ответственному за библейские чтения брату михаилу соломатину был рад сказал что это в его интересах дума мои о библиографической системизации переписи ваших всех записей их книжеч для истории или эту работу уже кто взял из ваших никто не взял начинай делать работаем благодарю бога за встречу с иглой прививка действует антитела мозговые продуцируются спаси христос елена душенковская добрый день игнать тихонович христос рождается славим его у меня к вам один сложный вопрос в одной из ваших книг я прочитал что когда вы или вас поместили в больницу для умалишенных то никогда не найдя никаких психических болезней вас слава богу выписали оттуда вы даже поместили заключение врача об этом из которого мне запомнилось что вы проповедовали христа даже психически больным людям я хотела бы спросить насколько это нужно говорить таким людям о христе чего начинать или вообще этого не стоит делать а просто чисто по-человечески помогать таким людям то есть кормить ухаживать за ними ну и тому подобное речь идет также о пожилых людях которые в той или иной мере утратили память и не всегда адекватно воспринимают действительность можно ли что-то сделали таких людей какие люди заботливые все таки отвечаю этому нельзя научить обстановка и люди разные смотреть нужно через молитву молиться и что бог положит на сердце елена душенковская благодарю за ответы игнатий тихонович и извините если вдруг что-то написала не так для меня очень ценные ваши ответы ну и галина миксели добрый день с миром игнатий тихонов спаси христос вопрос такой я крещена в церкви в городе щемкенте я была мусульманка а теперь православная но вы говорите что нужно обязательно погружение в воду мы все так крещеная муж и сын церкви значит мы не крещеная если мы не были погружены как надо это грех или нет ну какой грех не крещеная не спасенная или нужно перекреститься да не перекреститься не было ничего был обман теперь мы задумались мне хочется знать большего я верю я верующие и второй вопрос дочь моя мусульманка 20 лет хочет покрестить все а родственники если я против неправильно понимают спаси христос благодати вам божией неправильно что-то написала простите меня бог с вами ну что на лето после 7 июля приезжайте к нам запрос сделать я маршрутку вышлю евгений тропко слушаю беседы из архивов беседу с адвентистами до 1980 года все так интересно и познавательно если можно было бы найти беседы из архивов с глебом якуниным и выставить их ю тубе шоу послушать интересно откуда он берет вот это евгений то что с глебом якуниным я когда-то один раз говорил какой он внимательный евгений это и вот при спрашивать я отвечаю у меня еще все не распечатанный архив примерно на две с половиной тысячи часов 2500 часов вы понимаете или нет что такое по полчаса делать ролики по полчаса это хорошие ролики это что получается еще пять тысяч роликов а с отцом глебом якуниным у меня на семнадцать часов беседа интервью кгб заинтересовалась приехала работу ко мне вот никулин юрий михайлович туда просил я не дал он готов на работе можно можно приехал с магнитопоном и всю ночь до утра слушал а мне к сторожу лечь нельзя было я измаялся по двору мотался нужно все это поднимать цифровать мне уже не сделать это это я говорю ему я полагал что будет намного все проще это я к новику пишу скопировать данный материал разместить каждом ролике по 160 170 фотографий название на все ролики постарайтесь выдать а я просмотрю и решим как на этом рядом вот и где игла игнатий лапкин написать вот так роман фроликов игнатий тихонович у меня мало опыта для записи аудио видео записать не удалось записывать кнопку одну нажать но роман даешь ты на записывать это же не ремонтировать записывать кнопку только нажать две кнопки нажать рядом вместе ответ был починовище расплывчатым но это надо проверить теперь я уже вам и могу и не верить не не записал мы занимаемся этим вопросом брыли так ответил это по поводу того что большая часть людей в поселке не знает евангелие это у них там а про поминание патриарха он толкнул речь на полчаса проповеди поминать вы что плохо разве я тут поставил маленький разговор мне прикинули двое в одного машина разбитый он говорит слышал твоя жена машину разбила он да ну сама-то хоть живая ну пока до ванной закрылась так как шариков там кнопку нажать не мог игнатом сергей мир вам слушаю подняться с архивов и начитая на нашим наставником учителем во христе записи книг в том числе антония сурожского не представляю что это можно было сделать одному человеку ну там и прям серийный анкранштадтский просто тысячи кассет было это я всего один делал один а потом распространять помогали но один как мои мои голосовые связки воистину это деяние благодати святого духа через избранного им соработника только антихристы не способны этого увидеть который игнорирует не замечает да еще и уничижает праведника никто из известных православных проповедников миссионеров не общается по скайпу как с нами общается и наставляет словом божьим наш духовный отец слава богу что по его многолетним молитвам пришло четверо помощника два андрея два сергея которые занялись оцифровкой и как бы дали вторую жизнь наследию святых и праведных которые озвучил свое время игнатий тихо шлапки нет они не оцифровкой там все оцифровано уже все то есть аудио перевести в видео чтоб поставить с осыпровкой ну вот допустим в книгах у меня вопросов много сколько неизвестно и потом по тематике как найти меня один раз говорю ну как бы это сделать то я говорил когда меня не будет если кто-то по божьему по повелению это сделает но не я ну нас наседали на меня мне пришлось заново садиться по уже изданным книгам и и 33 тома промолотить вытрясти все вопросы и раскинуть их 55 папок вы понимаете что такое каждый том 752 страницы я заново засел и закончил тут уже никто не помогал не а тут как помогать то я нахожу вопрос папка вставляю опять дальше читаю вопрос папка вытаскиваю вставляю это все на нашем сайте на нашем сайте во свете библии заходите вопроса но книги не оцифрованы если в этом нужда не знаю теперь они вот их сделали как видео они начитываются начитана не начитана читать можем вот так там есть они так никто из известных право славных проповедников и миссионеров не общается по скайпу как с нами общается наставляет словом божьим наш духовный отец слава богу что по его многолетним молитвам пришло четверо помощников таксов и пробка дай бог им всем божьей благодати вот это за один день ну что все раз события батюшка приехал отец таким ну и я его записал что там события потеряевки там роман неделю назад причащался тут то есть у него у романа стремительное погружение в бездну куда-то идет приехал я бы сейчас вопросы ему задал ты знал куда едешь знаешь мы ничем тебя не смущали нет мы то не изменились не один ты изменяешься а где из интернета не вылазит сидит всю грязь все помойки все собирает и глотает всякую ложь началось с плоской земли ну ладно ходить и по плоской мы по круглой там разницы нет но дальше уже пошло уже хуление на патриарха там иуда его и как только не называют то есть началось богохульство настоящие и ничего не самое у него с большой недостаток романа никого не слышит глаза закатит глаза делается ненормальная прямо можно сфотографировать это уж ненормально видно что там демон трудится я сколько ему раз на это говорил я имею право говорить потому что ему глаза говорил и еще нельзя сделать к вам будет приезжать а он же был здесь и приезжает митрополит и он тут подходит по благословению ну все тут все митрополитности приедет я в церковь идти не буду он тоже предатели ну то есть его занесло уже твое дело сиди дома но еще ничего не касался батюшки а тут его понесло из-за чего когда тут по skype занятия шли он начал тут ну просто буйствует его осадил это он простить меня не может давай выискивать в интернете кто про меня плохо сказал то есть пошел в разнос а это ничего не даст кроме того что ты будешь отторнутый отторнутый не мною которые ко мне касались были то они или с покаянием вернулись приползли полумертвые или просто и господь вышел потеряли веру ушли в мир другие погибли я говорю не трожьте меня отставьте покой до бога до божьего суда скажи напиши или счета и он неделю назад причащался тут пришел батюшка я в храм больше приходить не буду у вас тоже и на н н есть ну батюшка в полу землю это оформляет приехали сказали как земля стоит это я и не знаю горит какой там я выставил это все и второй ролик предупредить надо но роман то хороший человек он трудяга он так летом помогал и мне до того жалко его потерянность совершенно и про как правило то люди такие вот они разведенные там или чего-то то есть мира нигде у них нету нигде нет у нас на своем стоит и все доводы вообще не принимают ну где святые какие предупреждали бороться с бумажкой на бумаге цифра то ни на руке ни на лбу нету с бумажкой борешься то ты подумай дорогой брат и ничего нельзя сделать ничего нет он глаза закатит как-то гляжу глаза меняются свет глаз меняется даже как говорится по бисенку в глазах играют и все сразу пошел опять садиться за компьютер какая-то бабка сказала во сне что-то видела и все это за истину принимает щебуркульский там это слава динозавры верит германус то есть какая бы ложь где ни была он ее находит и верит находит и верит и скажем в нем все глубже и глубже идет наконец вся церковь эритическая православная вся и греки все эритики путь только один герману эти стерлигову тот знает одного епископа но никому не говорит без документов строишься власти приедут ну а ты не починишь что арестуют арестуют наручники наденут эти будут учить уже по-другому а там уже посмотришь а размажут по стенке то собирать нечего будет и за что страдаешь то за выдуманную бумажку не продать не купить а ты только машину продал недавно купил полный камаз прицепам материалов для стройки и никто тебя не спрашивал пропищать и ныннн взбесился буквально ней ныннэ нынн Нен нем не заикая все все哪 imminente нам Антихриста нет, а ИННН боится. Бога бойся, а Бога не боится, совсем не боится. Против святых идет, а это святые, сказали. Да где святые против бумажки бороться? Ну, помешательство. Дух лжи вошел, как во времена Михея, сына Емлая. Я ему говорил, он как-то тут начал на меня бузить, и сразу как-то подкосил, два дня лежал полумертвый. Здоровый дядька лег и лежит, стать не может. Да вот простыл, да ничего ты не простыл, тут простылать негде было. Я прошу, успокойся. Я там противопрез, какая там где-то что-то сказал на Игнатия Брянщинина. Тебе-то какое до этого дело-то? Я его что? Я его издаю, вот сейчас выставляю. Ты выставляешь? Нету. Ты его распространял, это я его тиражирую. В тысячи экземплярах Игнатия Брянщинина. Так признаю его или не признаю? Что выдумывают-то? Дальше добавляют маленькое, то есть грамоты-то никакой нету. Ни такой, ни такой, никакой нету. Считаешь плохо. Сразу вот когда считал, ты запомни, как я делал замечание. Считает молитву и считает как будто в насмешку, интонация насмешника. Ну это-то ты никуда не денешь, это же ты считаешь. Это твой голос, и ребята все до того удивились, и Никита, и Володя, и все. Это-то как раз и свидетельствовало, что что-то неладно. Ну вот с батюшкой поговорили, батюшка, да не надо его трогать, да. Ну батюшка такое, что, ну сказать сказали. Ну и вот теперь наши ресурсы надо посмотреть, какие. Вот это мой мир, я люблю его очень. Вот в моем мире. Дальше, ну это тут, что-то тут закачивали. Что интересно, вчера необыкновенная наплыв на форум людей, не знаю с чем это связано. Ну обычно 270-280, вчера 830. 830! Непонятно даже, это где-то кто-то выступал против меня, как Дворкин. Он выступил там, и они там, рождественские чтения были, и против меня полная тема, доклад был. Ровно в 20 раз количество посетителей увеличилось. Ну они отхлынули потом, на следующий день. На месте решили узнать. Ну и что у нас тут есть? Это вот показать, вот какой наш православный форум, 1600 тем. И вот, это наш православный видеоканал открытым оком. 11 709 подписчиков, 11 миллионов 62 167 просмотров. Вот, ну и заходят, ругаются. Три с половиной тысячи человек пришлось заблокировать, которые нападают на меня. Интересно, это два полка. Я там, Никита, благодаря Никите все это нахожу, иначе бы не нашел. Никита на своем месте стоит. А уехал бы в семинарию к Дудину, значит, это бы мне уже не помог. Ну и вот во свете Библии, наш православный библейский сайт. И вот эти вопросы справа. Вопросы, вот, любой вопрос, взаимоотношения, вот седьмой. И вот ткнул только вот так вот. И она открывает одни вопросы. А с какой книги, какой том. В любой вопрос, только ткнул, он выходит уже с ответом. Ну, назад вот шевельнул и все. Вот. Сейчас я покажу. Я сейчас по теме грех вопросы поднимаю. Ну, вот, один вопросик возьмем из этой папочки и его озвучим. Вопрос 2295. Это из девятого тома открытым оком. То есть у меня 33 тома, открытым оком называется. Если Дух Святой обличает нас во грехе, является ли для нас это утешением? Ведь очень печально быть грешным. Это мне задают вопросы, я за капитрой в университете. Когда мы, отвечая, приходим к диагностику, чтобы нам помогли выявить наши болезни, и врач даст точные анализы, то будем ли мы на него обижаться? А не постараемся ли хорошо отблагодарить его? Это мой ответ такой. А дальше смотри, какие мои ответы. Да кто сегодня дает ответы? Почему? Потому что пришли не ко мне. Пришли люди к Создателю мира, к Творцу, Богу истинному. Я ответ с шабуом дал. А как и Слово Божие знать где на данный вопрос? Я отвечаю. Притча 10.17. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающее обличение блуждает. Вот сегодня говорили о романе. Он вообще не принимает ничего и не рассуждает. Давай по две минуты. Вопрос? Ответь. Ответь и объясни. Ничего не будет. Ответа не будет. Притча 15.32. Отвергающее наставление не радеет о своей душе. А кто внимает обличению, тот приобретает разум. Притча 9.7. Поучающий кощунника наживет себе бесславие. И обличающий нечестивого пятно себе. То есть он сразу бросается искать. И против меня поднялся. Приехал-то из-за меня. Со мной познакомился-то. Я его ввел в потеряевку-то. И когда он пошел против, у меня были такие, все, полный разнос. Бог как будто бы мозги отшибает им. Притча 15.12. Не любит распутные обличающих его, их мудрым не пойдет. Не любит. Я говорю, что обличают, что говорят. Я только занес там в черный список 3.5 тысячи человек. Еще не смотрел, сколько таких. Батерками-матерками меня в хос и в гриву, как говорят, долбят. Ну и что? У них ничего не было и нету. Притча 24.25. А обличающие будут любимы. И на них придет благословение. Батюшка и говорит, ну, Игнатьевы книги-то 14 лет уже. Ну, могли бы. И они везде. И у архиереев, и у священников, и в библиотеках. Назначали комиссии разные, центрские отделы, епархии Тульская, Кемеровская, Новокузнецкая, там где еще, в Одессе. Там профессора были задействованы, мне передают. Ее пещерскую лавру передали. Глухое молчание. Почему? У нас был архиерей Курочкин, Евтихий. Потом он стал домодедовский у патриарха Кирилла. Пять лет переходного периода. У тебя там не придумали это. И как-то там говорили на меня. Он говорит, Игнатия, обвинить вне православия невозможно. Он супер православный. А он 13 лет у нас был. Такие схватки были с ним. А потом все примирилось. Ну, еще непонятно. Вы не встречались, не беседовали, а он там все брал и читал. Считал. Я ему отдал свои стихи, он до утра сидел и читал. И посоветовал сначала издать симфонию, там деньги появятся. Я это при совет не мог принять, потому что кто возьмет. Я издавал так, потоком шло. Потоком. За 9 лет, за 9 лет, 43 книги. За 9 лет. И книги какие? Последние 4 тома по 800 страниц стихи. А обличающие, притча 24-25. Обличающие будут любимы, и на них придет благословение. Притча 28-23. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот или большую, кто льстит языком. Примудрость Соломона 1, 8. Посему никто, говорящий неправду, не утаится и не минит его обличающий суд. Бог судит людей не за то, что они грешны, но за то, что они приняли его жертвы, его заместительные крови. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Левит 19-17. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Притча 19-25. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным. Если обличишь разумного, то он поймет наставление. Быть поистине обличенным – это великое счастье для христианина. Ибо он сразу же может стать другим, встав с покаянием на колени перед Иисусом. Я пишу стихотворение. Вчерашние друзья сегодня предают, хотя и молятся пока что в нашем храме. Но им подай почет, достаток и уют, согласны вопереть и петь, избавиться от драмы. Они истлели явно не вчера, на кухонных с врагами посиделках. Такой кульбит, занос в овраг, в вираж, не в раз пойдет под лес к таким проделкам. Престижных ищут перспективных мест к мироточению приобщаться с колокольным звоном. Слава Иисусу Христу! Татьяна Кузьминейша. Престижных ищут перспективных мест к мироточению приобщаться с колокольным звоном. К халдеям необрезанным ведут своих невест. И хананеев пением с самвона. Беспринципных разносят по кусочкам. Было и святость, честь распродадут. Священники любой, кто приобщиться хочет. Прописанным к бездарности в приют. Повысмотрели тайное собрание. Теперь высвечивают рьяно фонарями. Непонятое ими толкование. Мешает бывшая с нечистотой и дрянью. Саблан разыскивают в нашем благовестии. С патриархией полностью слепились. Чужим акцентом завопили песни, напичканные апостасийным стилем. Они свободой захлебнулись ныне, охаивая прежнюю свободу. И с полосованной плетью прячут спины, в судах хлопочут недругам в угоду. Проходит год. Гляжу, тот брат идет. Обритый, растолстевший сын Бугая. По именам их помню всех напересчет. И хуще страшное пришедших вновь пугает. В ком Слово Божие, святой авторитет. В ком Иисус, единственный спаситель. А они и нам, друзья. Им пламенный привет. От ропота хранитесь. В нем погибель. И всегда сначала ропот, потом таится от храма не идет, а потом бегство убегает. Это 6 июля 2004 года я писал. Вот такое стихотворение. Его я называю проповедью в стихах. Ну и все на этом. На сегодня пока хватит. Сейчас в храм идти нам уже. Воскресенье сегодня.